Эммануил 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 не просто имя Кто знает Кто такой Эммануил Слава Богу Вот А сейчас Мы сыграем Мою балладу Моя очень красивая Тоже Которая несет Радованный характер Вообще я стараюсь в последнее время Играть мужа много Которую много позитива, много радости Потому что в этом есть жизнь Играет музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Аплодисменты! Аплодисменты! Добро пожаловать в Казахстан! Аплодисменты! 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 вот мне хотелось бы спросить тебя что ты видишь вот своей жизни как это все происходит и какие тебя приоритеты вот музыкальный может быть такой немножко серьезный вопрос но это для музыкантов наверное будет интересно и в частности какие тебе нравятся стили может быть имена назовешь какие-то вот что зачем вот что у тебя сейчас в общем-то на душе скажем так я прежде всего хотел бы полностью согласиться с серёжей который сказал что делают очень серьезные и требуют очень большой ответственности за все что происходит как у тебя лично так и у тебя как часть ансамбля потому что импровизация как уверенно заметили это определяющий один из самых определяющих факторов джазовой музыки но помимо этого есть еще вкус музыкальный вкус который тебе будет диктовать как построить ту или иную импровизацию что из своих знаний применить когда ты импровизируешь по сути это как верно заметил один наш знакомый вообще это спонтанная композиция то есть это процесс сочинения музыки в момент ее исполнения и это делает джазовое музицирование уникальной формой музицирования потому что это вопреки расхожему мнению не только свобода не только полет мысли хотя и это тоже но прежде всего ответственность и некое композиционное мышление которое тебе будет подсказывать как построить свое соло как законченную композицию со своей логикой со своим развитием со своим определенным совершенно набором приемов о чем-то тоже говорил сереже потому что есть приемы которые уместны в данном случае приемы которые не уместны в данном случае это вопрос того самого музыкального вкуса который очень ценится и ставится во главу угла практически всеми джазовыми музыкантами то что он отличает конечно же в любой музыке хорошего музыканта от плохого но от не очень хорошим но в джазовой музыке это напрямую связано с тем что ты играешь в данный момент что ты сочиняешь что у тебя происходит в голове и в этом смысле джазовое музицирование оно как как клахмусовая бумажка очень показательно потому что играешь ты настолько же содержательно и настолько же уместно насколько ты в общем-то и мыслишь в целом потому что у тебя нет заранее написанного нотного текста задача не только интерпретировать какой-то текста задача сочинить потом дело и вот тут вы все вылезает на поверхность как хорошее так и плохое проявляется насколько в тебе все это смешано в какой пропорции насколько ты можешь этим владеть управлять это все очень показательно проявляется именно когда ты играешь в джазовом а что касается стилей у меня нет определенного предпочтения не могу сказать что люблю музыку исключительно 50-х годов и полностью отрицаю то что написано в девяностые двухтысячные ни в коем случае есть какая-то на мой взгляд общая линия развития джаза как музыкальной формы как форма музыкального искусства которая идет своим путем и ветка которая постоянно отпочковываются какие-то еще новые ветки и предсказать ее развитие достаточно сложно потому что джаз форма искусства очень мобильная очень толерантная ко всем остальным формам то есть он может спокойно существовать и с классикой и сроком и с фолком и с электроникой с чем угодно другое дело что какие-то из этих побочных ветвей они впоследствии не дают богатых побегов и заканчиваются такими некими творческими тупиками какие-то становятся наоборот очень сильными и потом со временем могут стать главными так что что касается имен и стилей я бы не стал что-то выделять кроме тех имен которые уже списаны в золотыми губами в джазовую историю имена которые все прекрасно знают дюк алингтон то у него сможет дело джон колтрейн майлс дэвис это самые распространенные известные имена которые при поиске в любом гугле яндексе будут у вас первыми и это неспроста потому что эти люди мало того что убедительны как музыканты гиперубедительны они еще несут некий заряд знаний вот того посвящения о котором вы видите уже на который мне кажется постановительно должен равняться каждый музыкант начинающий или птикующий а а Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДimaTorzok